здравый смысл доброе утро в эфире программа здравый смысл у микрофона надежды ничанова мы говорим традиционно о вещах которые делают нас лучше и по этому случаю в моей студии сегодня гость надежда бушмелева семейный психолог и автор ведущая программы практическая психология на нашей радиостанции здравствуй надя здравствуй я очень рада видеть тебя здесь в этой студии и и поскольку наша программа она достаточно такая интересная и предполагает темы не только связанные со здоровьем но и с позитивным мышлением мне очень интересно поговорить на тему психологии здоровья что это вообще такое и почему люди допустим начиная прокачивать какую-то одну сферу своей жизни примеру идя в тело занимаясь здоровьем они прокачивают и мышление как это происходит и почему или наоборот да вот я например своей практике замечала когда человек разобравшись со своими мыслями и со своими чувствами со своими эмоциями вдруг понимает что он так-то телесен да и начинает заниматься своим телом потому что мысли чувства и все все то что вроде так в ментальном варианте это все живет в нашем теле и без этого ну никак невозможно даже мы проговариваем о том что это взаимосвязь и кто ее есть например делит да то он глубоко заблуждается вообще направление психология здоровья это одна из ветвей психологии потому что издревле было замечено что наши мысли вот эти самые до переживания дальше то какими какие действия мы совершаем все это так или иначе отражается на нашем с вами самочувствие на эмоциональном или же на физическом и конечно же очень долгое время нас с вами учили не чувствовать на быть в теле не думать о том что там что там у тебя в жизни происходит по крайней мере мы видели как жили наши бабушки дедушки мама и папы и слава богу что сейчас разворачивается ситуация совсем в другую сторону мы прямо с детства уже да учим детей эмоционировать потому что понимаем что все те отрицательные эмоции которые например не были отражены они так или иначе дадут потом показания да к врачу сходить и лучше с детства научить ребенка справляться со своими эмоциями чтобы он был здоровым то же самое происходит и на уровне тела если мы вдруг с вами понимаем что тело где-то начинает такое да обрати на меня внимание начинает подавать сигналы да и тогда мы говорим а про что это что случилось такое да что например заболела спина там шея и еще что-то да и например это так называемая психосоматика да 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 надя и вот эту психосоматику например когда я еще училась получила медицинское образование там в 90-е годы про психосоматику говорили только про две болезни там про язвенную сердечно-сосудистую сейчас же да в институтах мы преподаем студентам что психосоматика да это в общем то практически любое заболевание можно рассмотреть с точки зрения психосоматики я очень рада что такие знания сегодня даются молодым докторам да да и доктора понимают что например если приходит пациент и он обследуется да и показания на всех анализов хороши да в норме то тогда уже доктора посылают уже психотерапевтам или психологам чтобы вот как раз разобраться с мыслями чувствами и эмоциями чтобы тело наконец да начались процессы выздоровления согласны здесь я хотела бы какую-то рекомендацию тебя как психолога услышать давайте попробуем прямо с самого самого начала вот какие привычки могут формировать наше нормально позитивно такое мышление да которая не приведет уже к заболеванию да это интересно вот этот момент мне кажется он очень важен потому что вот смотри например по обращайте внимание да сидите вы где-то на там в компании да или же где-то на совещаниях там да на каких-то там собраниях обратите внимание у всех людей уголки рта опущены вниз знаешь такое ощущение как будто как будто бы нас этому учат да на самом деле привычка улыбаться она к нам не приходит с рождения и очень важно вот эту привычку вырабатывать вырабатывать да то есть заведите привычку улыбаться да вы конечно же везде читали и слышали о том что ты проснулся вот и прочувствуй себя что ты вот сейчас жив здоров что начинается новый день твоей жизни и улыбнись себе улыбнись потолку улыбнись там зеркалу когда ты подойдешь улыбнись родным если ты сейчас не один да вот и пусть эта привычка она вас сопровождает в течение дня то есть вот прямо такие элементарные вещи они помогают нам себя чувствовать и в то же время мы с вами понимаем что даже вот это состояние не просто мышцы растянуты до лица вот в эту самую улыбку а вот как например в этой же книге ешь молись люби да ты должна улыбаться прямо своей печенкой то же самое когда мы с вами привычка например вот смотрите пожалуйста окружение какого да вы чувствуете понимаете что есть люди которые но вам неприятные есть люди которые вашем окружении которые например рассказывать вам все время своих болезнях проблемах еще о чем-то и вы после этого да вот этот груз как будто бы да тащите еще там на протяжении нескольких часов зачем вам это если вот осознанно да то мы должны уметь говорить нет стоп я не хочу сегодня с вами встречаться я не буду сегодня с вами общаться но конечно же родным и близким мы можем даже объяснить почему да что попробуй поменять поменяться может быть у тебя получится видеть больше света солнце нежели вот например там этой пыли и какого-то негатива да и тогда я к тебе с удовольствием буду приходить в гости к тебе и тебя буду приглашать к себе да то есть вот даже вот эту токсичность в окружении когда мы убираем ваше самочувствие эмоциональное и физическое становится намного лучше уходили ли вы когда нибудь из жизни других людей да конечно да потому что вы понимали что только это может вас спасти понимаете данном уровне самосохранения физического и эмоционального да и это мы тоже делаем очень осознанно потому что понимаем что дальше с этим человеком к примеру вы не сможете развиваться и это тоже про профилактику до своего рода да это кому-то было больно кому-то было страшно еще тем не менее но это тоже про позитивное мышление понимаете то есть я могу остаться еще десятки лет рядом с тобой брюзжать превращаться вот в эту глубоко несчастную там женщину или мужчину а могу просто однажды встать и выйти из этой ситуации менять и поменять сценарий своей жизни но при всем при этом это должно быть не просто там импульсивно осознанно еще почему психология здоровья дело в том что очень много вещей у нас закладывается природой конечно повезло тем людям у которых в по темпераменту доминируют сангвиники вот да вот я сангвиник понимаете и и говорят ну а где вот такие вот такие сумасшедшие рождаются да то есть вот это особая работа нервной системы но у каждого темперамента есть свои плюсы и свои минусы сангвиников тоже есть минусы да но вот проще намного проще конечно замечать звезды в луже да а не грязь если ты например уже ну у тебя определенная нервная система определенный психотип определенный темперамент но даже если вы флегматик в доминанте и меланхолик то вы тоже можете вы очень чувственная натурой тоже можете видеть эту красоту замечать ее вбирать ее в себя до осознанно наполнять свою жизнь каждый свой день до чем-то таким позитивным красивым чувственным да и от этого ваше тело будет только выигрывать но не говоря уже о душе это конечно классные рекомендации и все равно здесь люди когда начинают себя да как бы целенаправленно осознанно обращать внимание на какие-то позитивные вещи все равно есть внутри скажем так некий накопленный груз негативных эмоций вот что делать с ними потому что они иногда мешают чувствовать красоту да и вот тут мы говорим что как раз надо идти в тело да потому что вот эмоции живут в теле и очень много таких телесных практик которые позволяют нам ощутить где этот негатив да и уже с ним поработать смотрите вот элементарные вещи до поход в баню без йоги без дыхания да просто поход в баню когда вы окажетесь вот в своем собственном теле и почувствовать а где она напряжена а где она хочет именно вот тепла такого тепла да который прогреет тебя до мозга костей как говорят народе да и после этого чувство расслабления вот так что в баню смело идете если например вы чувствуете что у вас есть очень много таких моментов как накопилось не проговорено да то тогда мы говорим мы говорим сами с собой мы говорим в зеркало мы садим какую-то игрушку на стул да представляем что это вот тот человек которому бы вы хотели это все сказать и вы не боитесь громко об этом говорить да даже если он никогда это не услышит это всего лишь вот такой муляж да образно говоря но вашей психике и вашему телу будет намного легче уже вы уже освободились вы уже проговорили уже у вас нет вот этих зажимов там да затыков таких своего своего рода то же самое например если вы например чувствуете что вы агрессируете и задаете себе вопрос вообще это агрессия вот именно конкретно сейчас на моего мужа там например или на моих детей или же это накопившаяся агрессия потому что там вот например здесь меня обидели вот здесь меня не услышали вот здесь меня не оценили да вот опять-таки момент осознать да откуда вот это напряжение откуда эта агрессивность и ее обязательно выпустить но выпустить в очень экологичной форме да это например мы можем одевать кроссовки куда-то побежали да то есть вот этот бег мы можем взять подушку и и поколотить и при этом как бы еще даже с криком да то есть вы кричатся дальше мы берем палку и особенно детей мы этому учим да и ты можешь например побить там по какому-нибудь большому дереву да но потом сказать этому дереву там спасибо ты достойный соперник да и поблагодарить но мы каждый раз это делаем именно с той силой которую мы чувствуем что она у нас вот прям накопилось ее надо выплеснуть чтобы не разрушить свое тело чтобы наша эмоциональная составляющая тоже была чистой экологичной и развивающей для нас я вот лично я пришла к этому тоже на опыте ну и благодаря каким-то психологическим проработкам да и вот здесь вот какой момент я хотела бы тоже спросить ты начинаешь прорабатываться ты видишь какие-то первые позитивные результаты это тянет за собой еще что-то но это как наркотик для меня например личный но не только для меня для моего окружения кто этим занимается то есть ты не можешь остановиться как здесь соблюдать баланс ну мне кажется знаешь нет предела совершенству да и если ты чувствуешь что ты перфекционисты где-то там вот да вот это моя идеальная картинка жизни и если при всей при всем при этом никто больше не страдает то есть знаешь например если ты твое окружение действительно не страдает от того что там пошла там да вот уже психологию там да или занялась там йогой еще что то а глядя на тебя начинает развиваться тоже то я всегда говорю двигайтесь да двигайтесь в том направлении в котором вам хочется то есть вот эти всем планочки вот эти все рамочки да это каждый устанавливает себе человек сам и мне кажется нет ничего плохого если твое качество жизни улучшается чего уж бояться да то есть но все ребята смотрите на моем собственном опыте да я вам показываю как можно там например не знаю и скучной вечно недовольный там до бежащие девушки превратиться в девушку которая там чего-то хочет к чему-то стремиться улыбается радуется чувствует вкус жизни и при всем при этом не заставляет всех остальных то это делать да то есть я просто ваш вам пример пожалуйста если хотите да чтобы быть вот так же быть такой же легкой счастливой то вот на моем собственном опыте вы можете это посмотреть да как это все происходит кстати да об этом я не думала спасибо за не будем не будем ставить никакие себе потолки ни в коем случае потому что ты идешь туда ты идешь к себе каждый раз ты идешь к себе к себе настоящая и мы не знаем насколько ты глубока да и поэтому там нет такого что ну вот давайте сейчас вот ты получишься подышать да и ты поймешь как здорово тебе да вот сейчас вот и там научилась медитировать и тебе еще лучше стало а вот завтра ты например там будешь заниматься арт-терапии и у тебя откроется вот эти какие-то креативные такие прямо творческие ресурсы и действительно ты можешь в хорошем смысле слова улететь да то есть ты можешь научить людей видеть то что не видят они да я сейчас про здоровую психику да про красоту то есть каким образом например мы даже вот нейрографика да то есть вот человек приходит он говорит у меня есть проблема да или там есть задача которую нужно решить и он с помощью рисунков с помощью вот этой методики обходит до учиться сглаживать острые углы в отношениях пока он рисует он думает о том как можно из этой сложной ситуации выйти да так с кем мне нужно поговорить о чем мне нужно сейчас подумать каким образом я должен себе изменить свое собственное поведение чтобы это было не так болезненно например даже для окружающих и для меня и вот это же целая система целый процесс и что самое интересное простраиваются новые нейронные связи то есть если до этого казалось человеку что он не может выйти на разговор там например с этим чудовищем образно говоря да что он уже там 10 лет с ним разговаривает и как об стенку горох да то вот после вот этих рисуночных методик человек говорит слушайте а я наверное поговорю сегодня да вот это ощущение того что я собрался я сложился весь вот из этих маленьких разрозненных пазликов да я буду простраивать свою собственную жизнь я чувствую сейчас силы в этом это важно это потрясающе это просто наверное какой-то ответ даже лично для меня сейчас в этом разговоре прозвучал нейрографику я хочу попробовать давно но вот как-то пока не доводилось обязательно попробую еще такой вопрос уже под занавес программы хотела задать я понимаю что в любом случае все сроки да они индивидуальные изменения скажем так но все таки хотелось бы может быть опираясь на твою практику что ты можешь сказать допустим человек пришел в абсолютном негативе и сколько ему нужно времени чтобы начать замечать красоту стать более-менее там адекватно реагировать там на жизненные обстоятельства надевать смотри тут все зависит опять таки даже от наших психофизиологических особенностей даже если мы будем сейчас с тобой листать учебники да нигде об этом не будет написано потому что для одного человека иногда достаточно сказать пару слов и он эти слова знаешь вот как семена до посеет на благодатную почву и они взрастут и ты уже смотришь как например у человека через две-три недели уже есть изменения да то есть он принимает решение он берет на себя ответственность он начинает заниматься вот прямо в буквальном смысле слова да осознанно выбирать как о чем я думаю о чем я точно не буду думать да и вот очень хорошая практика мне нравится когда вы знаете мы просто с вами берем лист бумаги берем ручку да и перед сном выписываем все то что у вас есть в голове и вот если вы пишете да просто мысли если вы пишете и понимаете что там очень много негативных мыслей вы просто берете вот эту бумажку до рвете или комкаете ее и выбрасываете в мусорное ведро не возвращаясь не перечитывая ничего да утром вы проснулись и у вас рядышком лежит тоже листочек бумаги и ручка и вы начинаете выписывать выписывать все то что еще в голове вот эти да вот мысли там может быть сны еще что-то и тоже не читая просто по вашим внутренним ощущениям вы думаете так хорошо как что там больше позитивного или негативного позитивное откладываем ставим число и откладываю и дальше идем уже жить там до умываемся там завтракаем да и и проживаем свой собственный счастливый день и вот так в течение недели вы посмотрите сколько у вас листиков осталось сколько вы выбросили в мусорное ведро но не ругаем себя ни за что вот выбросили значит освободились от всего от этого да но уже здесь вот эта методика она позволяет нам опять-таки в тело а что у меня за мысли в голове да а что мне мешает а что мне для меня является таким позитивным и хорошим то есть в итоге да очень часто например клиенты говорят что вы знаете вот когда вот эта практика правда то на третью неделю уже вот эти мысли которые в голове они уже выстраиваются в такой красивый план да план так надо вот это сделать вот это сделать то есть уже вот те негативные мысли страхи или еще что как какие-то тревоги и беспокойства да они уже просто даже не всплывают в голове потому что да не до вас мне вас ребята понимаете окажется уже незначительные да незначительные я с этим уже справилась и вот это тоже момент что когда человек понимает что так многое в его руках не в руках специалиста не в руках кого-то из родных и близких а в своих собственных да и от этого и мысли и действия и состояние здоровья становится намного лучше надя я благодарю тебя за разговор я напоминаю что в нашей студии надежда бушмелева семейный психолог автор и ведущая программы практической психологии в нашей радио станции спасибо большое спасибо большое что пригласили всем любви здоровья и счастья и позитивных мыслей всего доброго до свидания здравый смысл